Здравствуйте дорогие друзья, с вами как всегда я Evan, мы продолжаем играть на сервере Смотра Рэйдж, всё как всегда. И сегодня я вам расскажу о том, чего я смог добиться за 100 часов игры на этом проекте. Так что присаживайтесь поудобнее и мы начинаем. Итак, сразу бы хотел сказать, чтобы потом не забыть, вводите при регистрации мой именной промокод Evan и получайте 50 тысяч рублей на свой счёт. Приятной игры, всё, типа, 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 мега крутой ютубер, знаете, промокоды, тыры, пыры, бабки заплатили за обзор, на самом деле нет. Сам его выпросил, чтобы вам было лучше. И сегодня я вам расскажу всё-таки, что я смог добиться за 100 часов, ну, кто играет на сервере, можно сказать Evan. Открой тапы, у тебя не сто, у тебя уже 132 часа, я вам скажу, ребят, вот, что я смог добиться, 32 смерти и 18 убийства. Ладно. Кстати, это очень-очень удобная штука, вот это, что можешь нажать на любого человека и посмотреть, сколько у него там денег наличных, сколько он смерти, смертей у него было, убийств, сколько у него тачек. И проверить, он обманщик или нет. На самом деле, 132 часа, почему я сказал именно 100? Потому что последних часов, наверное, 60, а то и 70, я нифига не делал. Вот просто нифига ездил, катался, афокашил на БУ, снимал ролики, всё. Можно сказать, всё, что я добился, это... Вернее, всё, что я добился, это буквально, ну, сколько, ну, часов 50, ну, 60, окей. И этого можно добиться спокойно на этом сервере. Итак, давайте начнём с чего же? Начнём с того, что я уже сказал, у меня пару 11 убийств или сколько там. С моей тачки. У меня единственная тачка, как вы знаете, BMW M5 E39. Моя любимая Бэха, любимый кузов на номерах, кто шарит, Булкина. ММР 78878. Брал с ГОС за 1 миллион. Бэху я брал что-то за лям 100 или лям 200, не помню уже, честно, серия есть, кстати, на канале. Можете посмотреть, ссылочка в описании. И затюнил я её, и она мне вышла... Сколько тюнинг? 1600 вышел тюнинг. И там, посчитайте, это 2600 вышла Бэха. Кстати, я, наверное, всё-таки калькуляторные дела сделаю свои. И в конце подведу итог, сколько я же всего заработал денег на Смотра Рэйдж за всю игру. Начинал играть в самый-самый первый день открытия сервера. Поэтому я смог урвать себе бизнесы по госстоимости. Чтобы не покупать их потом сруб по 10 миллионов, по 15, как стоили вот эти безы на 100 тысяч. Сейчас они что-то по 8 стоят из-за этих заданий, из-за этой всякой фигни. Они находятся у меня все плюс-минус в одной точке. Я что-то не догадался, тупой, что можно было купить всё в одном здании и продать потом комплектом ещё дороже. Я ходил, выбирал себе здание. Хотя это ни на что просто не влияет. Ну да ладно. Вот такой у меня Галилео Хаус. Не обращайте внимания, что нет иконки. Я просто только что снимал 100 тысяч выплаты. Вот. Заплатил я за него 3 миллиона. Купил его в самый-самый первый день. И ролик про покупку бизнесов тоже будет в описании. И также вот скриншот вылетел. Если кому интересно, можете посмотреть, как я покупал. Может кому-то реально интересно будет. Вот. За 3 ляма я его брал. Доход в сутки 100 тысяч. Вот тут всякие задания. Ну, это для кого... У кого нету бизнеса, я это вам показываю. Здесь баланс. Продать. Продать коммерцию. Ну, короче... Ой. Вот такой. Я уже думал, меня кикнул. Один бизнес находится вот здесь. Он находится в самом Лос-Антосе. Вот тут. Недалеко от казина. Там. Не знаю от чего. Ну, короче, вот тут. Справа вверху. Вот. Второй бизнес, это по соседству. Вот это здание. Вот я его свободно мог купить 3 бизнеса в одном здании. Лично не хотел вот этот 3 бизнес здесь покупать. Но я чисто купил, чтобы пацану перепродать. У него было 2 здесь бизнеса. Он копил на 3. И у него как крыса просто купил. Хотел ему перепродать там не за 4. И пойти заработать 1 миллион. И купить еще один с ГОСа. Ля ты крыса, а! Но ничего не вышло. Вот. А я вижу, он уже сам бизнес перепродал. А теперь здесь какая-то пенсия. И салгал какой-то одержит. Это тоже бизнес на 100 тысяч. За 3 миллиона. Вот такой. Бухгалтерия отеля. А там что было, кстати? Бизнес-центр. Угу. И давайте, чтобы до третьего не бежать. Я просто сяду в тачку и подъеду. Итак, мы подъехали на Аллею Славы. Как бы в Лос-Анджелесе. Здесь она вон так разрисована. И у меня здесь один бизнес. Такое, конечно, тупое место. Согласен. Не знаю, чем я думал, когда их покупал. Можно было отдельные здания купить. Но я захотел купить себе вот касса кинотеатра просто. Вот тоже 3 миллиона. 100 тысяч. Зачем я захожу на метку, я не понимаю. И эти все бизнесы я скупил за 2 дня. Да. Один день я задротил. Купил бизнес. Второй день я тоже задротил и взял в долг. А третий день я все-таки не любитель донатить, сразу вам скажу. Но я задонатил 500 рублей. Это было где-то полтора миллиона. И еще заработал полтора миллиона. Купил вот этот бизнес. Да и все. Это получается у нас за 2,5 где-то дня. Ну да, где-то 2,5 я считаю. Потому что сервер я сошел где-то в половину, ближе к вечеру я сошел. Ну короче, 2,5 дня и 3 бизнеса, 9 миллионов уже у меня есть. Давайте, чтобы далеко не отбегать от кассы, сразу покажу вам счет на моем банкомате. Вот. 38 миллионов рублей. Хотел сказать долларов. 38 миллионов рублей у меня сейчас лежит на банке. Ничего из тачек пока что покупать не хочу. Если захочу, вы эту серию увидите. Можете сказать, типа, это все? Типа, все, конец ролика ты рассказал, а я скажу вам нет. А потом, как бы, это же... А, что-то мне фризит жестко. Бизнесы ты купил, да? Какой еще успешный МТАшер? Конечно, такое слово придумал. Типа, сампсампер, МТАшер или что? А что мне так фризит жестко? Ммм. Короче, как успешный МТАшер, надо покупать дома тоже с ГОСКи. Я потом начал задротить на дома. Купил я, короче, два дома по пять мест. Хотел еще третий купить, но что-то, вот видите, у меня сейчас третьего дома нет, как иконки на карте, вы видите. Ну, что-то не захотел. Но с бизнесами раньше была вот такая вот дичь, типа, ты просто берешь и забираешь деньги. А с домами было наоборот. Ты платишь, типа, налог. Хотя, не понимаю, почему налог платят. Это РПГ сервера, а не РП. Вот, потом на бизнесы добавили задания. Что-то по два задания в день катаешься, вот это. Потом добавили, что, одно задание в день. Потом одно задание каждую субботу сейчас. Слава Богу, хотя бы налог с бизнеса убрали. Раньше он был, кстати. Не маленький, но был. На дом они оставили налог. Получается, если у меня дом стоит 5 миллионов, если не ошибаюсь, он вроде стоит 5 миллионов. 15 тысяч мне надо платить каждый день за дом. А дома у меня уже, если я не ошибаюсь, где-то месяца 3, а то и 4. Вот. Сейчас я вам на экран точную сумму выведу. Получается, от момента того, как я купил дом. Я не помню, было это в каком-то ролике, не было. Вроде должно было быть. Как это такому контенту пропадать? В каком-то ролике было, что я покупал дома. Можете поискать, если у меня плата. Либо я также оставлю ссылочку в описании. Если кому интересно, можете посмотреть. Я вам просто сейчас на сумму на экран выведу. У меня 2 дома по 5 мест. Я просто третий бы уже не вывез. Вот сейчас у меня 11 мест свободных. И сколько я все-таки заплатил денег, чтобы содержать дома. Вы можете сказать, какой смысл содержать. Ну, в смысле налог. Я уже вам говорил, типа, 15 тысяч каждый день надо платить за дом. Если там что-то баланс дома превышает в 500 тысяч, минус 500 тысяч, дом слетает в гос. Ну, вам там какой-то процент вроде дадут. Или полную стоимость. Честно, не знаю. Не пробовал и не хочу. И, короче, все. И приходится платить дома. Думал сначала на Вайнвуде купить, как трушный Сампер, МТАшер. Но на Вайнвуде там дома по 20 миллионов. И платить там почти по 200 тысяч каждый день. Я что-то смысла в этом не вижу. Вот если бы не платил, то, может быть, задротил и купил какой-то себе домик. А смысл сейчас задротить и потом платить 200 тысяч в день за домик? Когда ты катаешься на одной тачке? Я не вижу. Сначала я хотел купить вот этот дом. Но он сейчас вроде как Гараса, да? Или не Гараса? А, уже Анубиса. А, подождите. Я купил дом не за 5 миллионов, а за 6. Ничего себе, мажор. Это получается 2 дома по 6 миллионов? Это 12 миллионов, ничего себе. А, 6 миллионов, 2 дома по 6 миллионов. 12 миллионов за дом, а я же еще хотел купить третий. Вот тут или в селе, который мы потом поедем посмотрим. Но я передумал, потому что его выкупили. Вот такой дом, конечно, не очень так снаружи. Кстати, это 2 дома вот этих в этом поселке на 5 мест. Если что. Вот, так он выглядит. Можем зайти, конечно же, в интерьер. Вот, нажимаем в IC в интерьер. Переносим персонажа из мира в интерьер. Интерьер это тупо стандартная Инта с обычной ГТАшки. Онлайн или обычной. Вот такой вот здесь. Ну, это интерьер, мне кажется, уже все видели. У всех на каналах. Типа, обычно ничего нет такого. Здесь необычного. Какая-то крафтовая Инта. Было бы интересно. Своя, смотришная. Но вряд ли они сделать свою. Потому что это еще не устарело. Ладно, типа, в МТА. Хотя в МТА они тоже не парятся. Они тоже добавили обычную. Так, и какое у нас здесь меню? Войти в гараж. В гараж это тоже стандартный. Давайте я вам зайду, покажу. Тупо стандартнейшей. На 3... А, на сколько это? На 6 мест. Вот такой в ГТАшке. А вот сейчас я офигел, ребята. Плыви, черт, давай на выход. Фух, вот это я испугался. А че? А че это за дичь? Не, ну нафиг, короче. Я не хочу сейчас опять крашиться, чтобы я заходил. Да ладно, я че не вылезу? А не, все, фух, все, 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 все. Больше в гараж заходить не буду. У меня ни разу такой дичи не было. А, да, еще здесь такие дома есть корявые, что в текстурах ты застареешь. Ну да ладно. Вот как выйдет баланс налоги. Кстати, настройки доступа. Это код. Я не смотрел. А че там есть? А, нету. Продать жилье, продать игроку. Баланс налоги. Вот, 15 тысяч налог в сутки. Кто хочет посчитать, больше посчитать. Я закинул 200 тысяч. А, кстати, 2,5% налога от стоимости. Жестко. 200 тысяч я закидай на дом. Все, новый баланс 100 тысяч. Им я уже... Вот сейчас опять вылетит на экран, сколько я заплатил всего налогов за все это время на 2 дома. Хотя езжу я, напомню, на одной тачке. Мне, в принципе, и домов не надо. Хотя мне предлагали, но пусть будет. На будущее. Это таких 2 домика и 12 миллионов гос. И еще сколько платить, это же капец. Капец. Эх, ребят, знали бы вы, какие у меня сейчас чувства, когда я записал видос. С одним дублем. Все балдежно было. Все рассказал, по фактам раскидал. Зашел монтировать. А его тупо нет. А он тупо не записался из-за того, что у меня закончилась память. Но Shadow of Play мне не хотел об этом сказать. И он записывал и показал, что записывает. И все бомба. Пожалуйста, поставьте лайк за то, что я записываю это второй раз. Вы все понимаете, что второй раз никогда не будет, как в первый раз. Цитаты великих людей. Вот. И мы приехали в Политобэй. Мы не расстраиваемся. Приехали в Политобэй. Покажу вам второй мой домик. Он, конечно, такой ущербный, если честно. Как и, в принципе, и первый. Вот. Почему не могут быть вот те такие красивые большие дома? Вот эти вот эти. Сейчас покажу вам. Вот такие вот дома на пять мест. Вот такие вот. Вот такой вот. Вот этот дом, чтобы вы понимали, это бугра. Три семерочки. Если он посмотрит этот ролик, ему большой-большой привет. Можно я слезу с камня? Вот такой вот красивый большой дом с большой террасой возле моря, там. На четыре места, да? А, на три места. А вот такой ущербный дом, вот этот, который справа. Нет, это еще балдежный. Это еще балдежный домик. Сейчас вам покажу свой. Подождите. Можно заспамить? Как же второй раз выходит все офигенно, в скобольчках нет. А вот такой вот справа дом, как вы видите. Вот этот. Этот дом за 6 миллионов, да, ребят? И он прикол в том, что, как в старые времена, ну, в жизни, поделен на в два дома. Почему как в старые? Сейчас так живут люди. Один дом поделен на два. И это должен был быть мой третий домик. Вот этот. Но его купила розетка. Поэтому я не купил себе третий дом, и у меня только два. Но это к лучшему, потому что зачем мне? У меня один свободный. И вот такой вот домик у меня. Ничего примечательного у него нет. Вообще. Баланс налоги 100 тысяч у меня лежит, как и на прошлом домике. Я уже заплатил. Войти внутрь и в гараж я не буду уходить, потому что интерьер тупо тот же самый. Тупо тот же, который был в предыдущем. Также хотелось вам сказать, что на смотере есть кастомизация персонажа. Когда ты можешь зайти в магазин одежды. Вот там, кстати, был. Вот такой. Ну, типа обычная одежда. Малечка такая вот. И купить себе одежду. Пиджаки стоят 100 тысяч. Барюки, там, джинсы 60, если я не ошибаюсь. Часы, браслеты золотые, серебряные, там. Кинул на меня столб и съебался, я понял. А за малярку кто будет платить? Алло, стой, блядь. Часы и золото может стоят 1 миллион, а может даже и больше. Вот такие вот дела, да. Я купил себе вот такой вот пиджачок себе вот такой. А, и что я их показываю, блядь? Тут типа так понятно. Вот такой у меня пиджак с белой рубашечкой. Вот такие у меня белые джинсы и белые кроссовки. Не помню ли я покупал. Ну, это всё вы можете посмотреть также по ролике, который будет в описании этого ролика. И сейчас на экране вылезет. Я там скупался, можете посмотреть. Вот. И, в принципе, всё, что я покупал, это всё. Оружия никакого я не покупал. Потому что это очень-очень дорого. Смысла от него нету, как по мне. Рубил посилку и не паришься, как говорится. Сейчас я вам на экран выведу сумму, которую я заработал за весь период игры на смотра рейдж. Также с тратами, не с тратами. И да и т.п. Вот такая вот сумма вышла. Не маленькая, я вам скажу. Конечно, половина из этого времени про ФК, что за такое время, что ФК, что можно было ещё такую же сумму заработать. Ну да ладно, это вам как бы мотивация. Можно сказать, что вот за такой короткий промежуток времени можно заработать на тачку вашей мечты, бизнес, дом, чего вы всего хотите. Вот. На этом всё, пацаны. Ставьте лайк за то, что я записываю хотя бы второй раз эту часть. Ставьте лайк, если вам было интересно смотреть этот видос. Напишите комментарии. С вами был, как всегда, Эван. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи. И всем пока-пока.